Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Переполненные контейнеры и разорванные пакеты с мусором. Жители домов в районе улицы Первомайская не могут достучаться до управляющей компании. Православные жители Заполярья отметили крещение Господне. Правда, без традиционного омовения в купеле, как прошел один из главных христианских праздников. В каждой строчке победа на сцене клуба «Престиж» прошел фестиваль песенного творчества. На одной площадке выступили более 10 коллективов из разных уголков округа. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Начнем выпуск с федеральной повестки. В Кремле предварительно запланировали дату проведения всероссийского голосования. Оно пройдет после принятия поправок Думы и Софеда. В преддверии голосования будет развернута информационная кампания на телевидении и в интернете. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, сообщают СМИ. Есть также второй вариант – 26 апреля, но эта дата менее вероятна. Воскресенье 19 апреля неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха. Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в основной закон примут Госдума и Совет Федерации. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее 2-3 законодательных собраний регионов. Новая Конституция вступит в силу с момента опубликования результатов волеизъявления граждан в случае принятия ее всенародным голосованием. Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе Владимира Путина. Поправки будут внесены на голосование одним пакетом. Власти Ненецкого округа заключили соглашение о сотрудничестве с научно-исследовательским институтом онкологии имени Петрова. Соглашение подписали руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Сергей Сверидов и директор научно-исследовательского института онкологии имени Петрова Минздрава России Алексей Беляев. Подписанный документ предполагает осуществление совместных мероприятий, направленных на совершенствование системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкобольных, а также на повышение качества оказания медицинской помощи жителям Ненецкого округа. Все пациенты с онкологией и подозрением на заболевание теперь будут направляться в НИИ имени Петрова в Санкт-Петербурге. В рамках подписания соглашения мы обсудили процедуру сопровождения жителей Ненецкого округа от записи на прием до обследования. В марте в Ненецкий округ уже в третий раз приедет бригада специалистов института для аудита, исполненных рекомендаций по улучшению качества оказания онкологической помощи в регионе, данных нам в прошлом году. В рамках визита специалисты проведут прием и отбор пациентов для последующей госпитализации в НИИ, сообщил после подписания документа руководитель профильного ведомства региона Сергей Сверидов. Также отметил Сергей Сверидов достигнуты договоренности об оказании методической и практической помощи по выявлению пациентов с заболеванием на ранней стадии. Специалисты научно-исследовательского института также продолжат оказывать медицинским специалистам округа консультативную телемедицинскую помощь, но уже в большем объеме. Авиакомпания «ЮТР» отменила часть рейсов по маршруту Нарьинмар-Москва-Нарьинмар в феврале. Межрегиональные перелеты отменены по субботам на период с 1 по 22 февраля. По сообщению Пресс-службы администрации Нинецкого округа со ссылкой на источник в авиакомпании «ЮТР», рейсы из Нарьинмара в Москву 1, 8, 15 и 22 февраля отменены из-за низкой загрузки – 8-9 человек на рейс. Авиакомпания обеспечила всем пассажирам полный возврат стоимости билетов либо обмен на ближайшую дату. С 23 февраля авиакомпания «ЮТР» вернется к выполнению ежедневных рейсов по маршруту Нарьинмар-Москва-Нарьинмар. Поводом для подготовки нашего следующего материала послужило обращение жительницы дома номер 2 по улице Первомайская. Женщина возмущена бездействием управляющей компании, в которую она неоднократно обращалась с просьбой вывести мусор с контейнерной площадки. В коммунальной истории разбиралась Ирина Никешина. Переполненные контейнеры и разорванные пакеты с мусором. Эту картину жители домов номер 1, 2 и 3 по улице Первомайская и Сопрыгина, 16, вынуждены наблюдать ежедневно. После Нового года у нас не чистят контейнера. Машина подъезжала первый раз, не могла проехать, потому что перемело всё. Звонили, что пришлём трактор, почистим дорогу, будут чистить. Но ничего не чистят, собаки растаскивают, мусор прибавляется. А весной что будет? О том, что контейнерная площадка переполнена мусором, Любовь Ивановна уже неоднократно сообщала в свою управляющую компанию по КТС. Я с 9-го начала звонить, вот через день, каждый день звоню, через день. И вот они по телефону отвечают так, как будто в первый раз слышат. Мастеру передадим, а что, мастер ещё ничего не сделал. Диспетчер, да, хорошо, я мастеру передам. И вот каждый раз такой ответ. Вывоз твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с данной контейнерной площадки осуществляет Наринмарское ТП. Мастер участка в телефонном интервью нам пояснил, что подъехать к контейнерам техника попросту не может. Мешают сугробы. Там не чистили, а у нас машины не вездеходы. Они заехать туда просто-напросто не могли. Почему территория контейнерной площадки не содержится должным образом, мы решили выяснить у диспетчера управляющей компании. А заодно и узнать, почему она не реагирует и на заявки граждан. Я звоню к вам по просьбе жителей дома номер 2 по улице Первомайская. Они с 9 января к вам обращаются с просьбой. У них приполнены мусорные контейнеры, и мусор не вывозится. Я понимаю, что региональный оператор, но вы как управляющая компания отвечаете за содержание контейнерной площадки. То есть там к этой площадке даже не подъехать специализированные техники. Первомайская 2. Да, Первомайская 2, там еще рядом сопрыгина 16, ну у них контейнер. Я понял. Вот, и женщина говорит, что к вам обращалась в диспетчерскую неоднократно, заявки принимаются, но, к сожалению, площадка не убирается и мусор не вывозится. А машина не сможет вывезти мусор, потому что контейнером этим просто не проехать. В ходе разговора выяснилось, что контейнерная площадка находится на территории, за содержание которой отвечает чистый город. В таком случае, почему диспетчер сразу не предупредил об этом героиню нашего сюжета и не переадресовала заявку, нам непонятно. По данному вопросу заявок в муниципальном бюджетном учреждении «Чистый город» не поступало. Сегодня мы оперативно отреагируем на эту заявку. В случае, если есть проблема с вывозом мусора, связанная с плохим подвезным путем контейнерной площадки, и если данная территория обслуживается нашим учреждением, то тогда можно оставить заявку, и мы оперативно ее выполним. После того, как «Чистый город» освободит подъезд к контейнерной площадке от снежного плена, спецтехника Нренмарского ТП сможет вывезти с территории мусор. Нашу съемочную группу заверили, что ситуация разрешится в кратчайший срок. Ирина Никешина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Православные жители Ненецкого округа в эти выходные отметили один из больших христианских праздников – «Крещение Господне». Традиционно в этот день принято совершать омовение в ледяной купели, но в этот раз традиция была нарушена. Из-за теплой погоды прорубь для купания не обустроили. Жители города могли лишь набрать крещенской воды из Печоры, и несмотря на это праздник состоялся по всем христианским традициям. На крещение верующие идут в храм 18 и 19 января. Освящение воды осуществляется только три раза. Первый – во время великого чина освящения на утренней службе в Сочельник. Чин священнослужителя служит такой же, как и на крещение, поэтому набирать воду можно 18 или 19 января. Она будет обладать одинаковыми свойствами. «Доклама была праздника благодать, дабы и каждый из нас жительствовал по закону Христовой любви, правды, творения добрых дел и шествовал стезями незабудованными ко Спасителю мира, даровавшего и дарующему освящение всей Вселенной и каждой человеческой души». Второй раз чин освящения воды проходит вечером 18 января в храме. Кроме того, по традиции, горожане ночью с 18 на 19 января набирают крещенскую воду на Качгартинской курье. Обычно здесь оборудуют иордан для омовения, но в этом году по соображениям безопасности из-за слишком тонкого льда ограничились лишь прорубью для забора воды. «Раз посчитали, что безопасность на первом месте, и церковь за это же уступает, то, думаю, что для жителей, те, кто верует и сможет окунуться, не окунуться, а умыться водой, достаточно будет, чтобы исполнить традицию». «Знаете, что меня возмущает? В этом ивене я уже лет пять точно купаюсь. В этом году погода хорошая, как бы не холодно, вообще купаться было бы здорово. Хорошо, но невозможно окунуться, потому что мелко, допустим. Но хотя бы три ведра поставили, ведь три раза надо окунуться. Поэтому не знаю, вот я пришла, хотела окунуться, но не получится. Ладно, водички взяла. Конечно, нет. Господи, разве заболеешь? Это же тепло». Рабочие чистого города сделали удобный подход к двум прорубям и предусмотрели рядом с ними ведра для забора воды, установили дополнительное освещение. На курье всю ночь дежурили сотрудники полиции и спасатели. «Дежурство началось у нас с 22 часов. Все спокойно, народ приходит, воду набирает и спокойно ходит. Никаких происшествий не было, все спокойно». «Сейчас меньше народу, потому что выход на лед как бы запрещен, а так обычно много. Ну, после 12 будет больше». По поводу свойств крещенской воды есть разные мнения верующие, и те, кто еще не готов открыть свое сердце Богу, но уже близок к этому, не сомневаются в ее способностях побороть любую хворь и зло. «Я так лично вот и это самое, моюсь этой водой. Надо помыться, чтобы себя чувствовать здоровой, сильной, чтобы ни болезни, ничего не представили. Мне так так кажется. Но защитить себя, да. Главное – здоровье, чтобы пришло и Богу верить». Среди желающих набрать крещенской водицы не только жители округа, но и гости региональной столицы. Например, жителю Архангельска Олегу впервые посчастливилось побывать на Иордане за Полярным кругом. «Когда я еще попаду, что в Заполярном районе, я наберу святую воду. У меня духу, конечно, не хватает искупаться, да тем более здесь запретили. Поэтому я приеду, приехал, дождусь, когда батюшка местной епархии все это светит, и согласно церковным канонам последовало только я выпью эту водичку и помолюсь». Третий раз воду освящают 19 января во время утреннего богослужения. По традиции, прихожане Богоявленского собора в этот день идут крестным ходом от храма Кеордане. Владыка проводит чин освящения воды на Качгартинской курье. Набранную на крещение воду хранят вдали от солнечных лучей. Лучше всего расположить емкость со святыней возле икон. Считается, что она не портится. Святую воду можно набрать на протяжении нескольких дней после водосвятного молебна. Кстати, накануне праздника рядом с Богоявленским храмом оборудовали водосвятную часовню. Вода в нее поступает из специально пробуренной скважины. После ее освящения прихожане смогут набирать воду здесь. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В каждой строчке победа. По таким названиям, в минувшие выходные в телевисочном клубе «Престиж» прошел фестиваль песенного творчества. В этом году его посвятили юбилею победы в Великой Отечественной войне. На одной площадке выступили более 10 коллективов из разных уголков округа, которые исполнили популярные и малоизвестные песни. Прочувствовать атмосферу военного времени смогла и наша съемочная группа «Слово Любови Пермяковой». За кулисами сельского клуба «Престиж» идут последние приготовления. Юные артисты заметно волнуются, ведь сегодня у них особая миссия. Песенный фестиваль в каждой строчке «Победа» открывает юбилейный год. Наш коллектив называется «Радуга», и мы сегодня будем прологом танцевать танец про войну. А что для тебя Великой Отечественная война значит? Подвиг дедов? Победа. Счастье. Я буду испытывать гордость за своих предков, которые воевали на войне, за то, что они защитили нашу родину. Радость испытывать, что вот такие люди есть. Всего на песенный фестиваль приехало более 10 коллективов из разных уголков округа. Один из них – ансамбль «Надежда» из поселка Красное. В него входят педагоги сельской школы. Учителя исполнили песню на стихи поэта Евгения Евтушенко, которому не раз во время зарубежных поездок приходилось слышать вопрос, хотят ли русские войны. Вместе с композитором Калмановским они ответили всему миру знаменитой песней. «Праздники тех, кто воевал, кто вас на эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?» Перед этим, конечно, познакомились с историей песни, год написания. Было здесь заявлено, что необходимо исполнить песню, которая были сочинены после войны, но по самой войне, но после войны. Поэтому мы остановились на этой песне. Понятно, что эта песня исполняется чаще немножко в другом плане, но мы решили исполнить ее с женской точки зрения. Валя, а что лично для тебя День Великой Победы, вообще эта война? Так же, как и для любого русского человека. И памяти моих предков, которые воевали, и дедушка моего воевал, потерял глаз под Кенигсбергом. Ну, в общем-то, это память. Наша память. Кроме всеми любимых и известных песен, на фестивале прозвучали и уникальные. Например, коми-ансамбль Печерянка исполнил военную песню, которая неизвестна широкой публике. В коллектив она попала благодаря жительнице Наринмара. Песню нам напела 20 лет назад Елаги Семеновна Артеева. Она участвует в клубе у нас «Комичукар». В общем, у нее, видимо, очень хорошая память. Она очень много запомнила, очень много нам передала. Она родилась, жила в деревне Ди-Юр из Женского района республики Коми. И когда в 45-м году приходили солдаты с фронта, они приносили с собой песни. И вот одна из этих песен будет с каемкой «Вышитый платочек». А у вас вот какие чувства возникают, когда вы поете такие песни? Ну, у меня всегда ком в горле. Вот наш праздник, победа, это... Ну, ни одной страны нету такого праздника, вот как у нас. И мы очень счастливы, что ей действительно надо передавать следующим поколениям, чтобы они знали об этом. Молодое поколение тоже выступило на главной поселковой сцене. Образцовый детский коллектив «Травушка» стал почетным гостем фестиваля. Его участники поделились с нами семейными историями. Бабушка рассказывала, как они из Ульмуртии приезжали сюда, как они ехали на поезде, который бомбили. Потом, как они на Буке тоже ездили. И рассказывала, как тяжело было, что было нечего есть. Как она делала уроки, когда не было электричества, и она зажигала лучину. И они писали на газетах между строчек, потому что не было бумаги, не было тетради. Она постоянно рассказывает все это, вспоминает со слезами на глазах, говорит, что не любит ванильный вкус, потому что им заменяли сахар. Также на фестивале презентовали проект «Капсула времени». Представителям сельских поселений передали капсулу, в которой оставили послание для потомков. До 9 мая 2045 года они будут бережно храниться во всех уголках нашего региона. И в завершении выпуска новости спорта. Первые в наступившем году лыжные соревнования прошли в Невьянмаре. Второй этап Кубка Ненецкого округа по лыжным гонкам состоялся 19 января на лыжной трассе спортивной школы Олимпийского резерва «Труд». Подробности у моей коллеги Ольги Русул. Участие в первых в этом году соревнованиях приняли взрослые спортсмены от 18 лет и старше. Всего на трассу вышло 20 лыжников. 15 мужчин и 5 женщин. Представители сильного пола бегут на дистанцию 15 километров в свободном стиле. Прекрасная половина человечества – 10 километров в том же стиле. Голмороз. Лыжи плохо катят. Ну так, в принципе, я доволен своим результатом. Первый раз в пятнашку бежал. Классикой коньком в свободном стиле. Ни разу раньше не бегал. Классикой бегал. Но думал, что, конечно, может, первый раз будет лучше. Не знаю, сейчас посмотрю, какое время будет. Но я думаю, не быстро, потому что по самочувствию тяжело бежал. Мороз. Дышать тяжело вообще. Голова закружится в конце. Значит, сегодня, во-первых, холодно, поэтому трасса жесткая. Подготовить лыжи было довольно сложно. У кого лыжи катили, тот эту трассу сегодня и выиграл. Поэтому каждый поехал, попробовал, попытался, дернулся. Я понял в меру своей силы и возможности и поехал уже в своем темпе. Потому что на таком морозе сильно многое не побежишь. Массовости на этих соревнованиях организаторы и не ждали. Многие спортсмены сейчас на выездных соревнованиях. К тому же погода не особенно располагала для бега. Трасса все-таки она сухая сегодня. И получается так, с утра у нас подготовили трассу, все разметили, все сделали. Трасса проходила в местах, были и подъемы, были и прямые. Ну как, я думаю, для спортсмена было тяжеловато проходить сегодня трассу, потому что это и легкие уставали, и это работа статичная. То есть постоянно надо работать, негде отдохнуть. Ну, все дошли, самое главное, до финиша, и это главное. В итоге первое место на пьедестале почета среди женщин досталась Елене Дуркиной. У мужчин самым быстрым стал Егор Евтысый. Победители и призеры гонок награждены медалями и дипломами Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Третий финальный этап соревнований пройдет в марте 2020 года. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.